Всем привет! С вами канал Супер Андроид. Сегодня у нас приложение от Google, которое называется Files Go. Приложение, которое позволит вам контролировать память вашего Android устройства, чистить его от ненужных приложений кешев. Приложение пока в бете, его нет в свободном доступе в Play Маркете, поэтому скачать для тестирования вы сможете по ссылке в описании видео. И еще раз повторюсь, что приложение пока не вышло и некоторые под функцией работают довольно-таки некорректно. При запуске приложения вы увидите вот такое вот окно. То есть, отсканировав ваш смартфон, приложение позволит вам освободить память на вашем устройстве, а именно покажет скачанные файлы, покажет файлы кешей приложений, покажет файлы, которые можно перенести на карту памяти и поищет одинаковые файлы на вашем Android устройстве, чтобы освободить. Вверху показывается память смартфона, память карты памяти. Если она у вас есть, перейдем в настройки и посмотрим, что здесь есть. То есть, показывать переполнение памяти. Не используем приложение. Скачанные файлы, большие папки. В других настройках есть только имя. Это для передачи файлов между Android устройствами. Приложение, как я уже сказал, сыровато и поэтому не всегда работает корректно, но оно есть и я решил с вами поделиться, чтобы вы просто были в курсе, поскольку Google быстро исправляет свои ошибки. Приложение можно ставить и тестировать, чтобы в дальнейшем быть уже в курсе. То есть, найдя то, что приложение считает лишним, вы можете выбрать, перейдя по вкладке и задав нужное приложение, или же выбрав весь список, очистить кэш, освободить память от неиспользуемых давно приложений. Бывает такое, вы поставили приложение, пользовались им определенное время, забыли, но оно занимает память. В меню не всегда видно, особенно у кого огромнейшее количество приложений. И перенести файлы на карту памяти, выбрав эти файлы. Вот я делал обзор на клавиатуру, так у меня в памяти это все и пооставалось. Одинаковые файлы позволят вам отсканировать список файлов, которые висят у вас в памяти. Скачали, переместили, установили и не работаете с этими файлами, а они так и валяются. Еще одна интересная особенность данного приложения, помимо очистки вашего Android устройства, это возможность передавать файлы. Сейчас мы продемонстрируем, как все это дело работает. Вот так приложение выглядит у меня на OnePlus. То есть, тоже большие файлы, одинаковые файлы, скачанные файлы. Видите, что категории при отображении на разных устройствах разные. Если есть, к примеру, большие файлы, вот здесь это у меня видео, вы сможете тоже воспользоваться данной под функцией. То есть, в зависимости от того, чем занята память на вашем Android устройстве, вы сможете корректировать и освобождать. Да, есть огромнейшее количество приложений, SDMate, в этом же случае, которое уже не новое и работает отлично. Но приложение есть, и я решил с вами им поделиться. И перейдем во вкладку файлы, для того, чтобы посмотреть, как все это дело работает. То есть, если на обоих Android устройствах установлено приложение Files Go, вам будет предоставлена возможность переносить файлы вне сети, то есть, по Wi-Fi Direct. Переходим во вкладку файлы. Ищем под вкладку принять, открыть настройки. Да, вот здесь Google требует геолокацию, они с этой геолокацией просто сводят с ума. Они, наверное, на ней помешаны. Мы разрешаем, дожидаемся первого коннекта. Вам достаточно лишь первый раз разрешить устройству присоединяться к вам, после чего вам не будет нужно ждать вот этих всех подключений. Все довольно-таки просто. Нажимаете разрешить, передать, выбираете нужные файлы, под вкладки, все возможные документы, приложения, там полученные файлы, аудио, видео, скачанные файлы, открываются по умолчанию, и нажимаете отправить. Сейчас, пока интернет не доступен по Wi-Fi Direct, дожидаемся, пока файлы будут отправлены. Вот так вот файлы у нас уже отправлены. После того, как вы сделали connect, то есть, видите, вот эти два файла, они уже на LG G4. Теперь вы сможете передавать файлы на другое Android устройство, и уже не надо будет подтверждать что-то, connect, то есть, раз доступ дали, можете обмениваться файлами между Android устройствами. Вот такое вот, на мой взгляд, интересное приложение, которое, в первую очередь, не забудьте, после того, как вы использовали приложение, отключиться от Wi-Fi Direct, то есть, разъединиться с пользователем, которому вы передавали файлы, потому что будет висеть точка доступа, и вы не сможете пользоваться интернетом. Приложение довольно-таки информативное, несмотря на то, что оно сырое, дает информацию визуальную, все, на мой взгляд, оформлено просто изумительно. Для новичков, для тех, кто не умудрен в пользовании, огромнейшим количеством приложения, в том числе, как и говорил, SDMate, будет приложение в самый раз. На этом буду заканчивать. Ссылка на скачивание будет в описании видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!